Приветствую вас, дорогие друзья, и большое спасибо, что подключились. Сегодня мы обсудим пресс-конференцию Microsoft Night 3 2019, которая старалась нас поразить трейлерами красивых игр. Игр было представлено очень много, около 60, да, некоторые из них от внутренних студий, Microsoft, естественно, и это было тоже здорово, тем не менее, как мне кажется, основное назначение данной пресс-конференции было представление новых сервисов, новых игровых консолей, ну, точнее, консолей нового поколения, которую Microsoft пообещала выпустить в конце 2020 года. Ну, практически, да, полтора года осталось ждать, и вот мы станем счастливыми обладателями какого-нибудь Xbox Next, хотя какое название они придумают, остается только догадываться, Xbox Infinite, скорее всего. Halo Infinite, Xbox Infinite, концепция перехода от четких этих самых устройств к некой единой платформе, в рамках которой будут выходить разные устройства, в рамках которой будут доступны разные сервисы, начиная от Xerox Game Pass, заканчивая Xbox X Cloud. Кстати, вот, кстати, вот, если верить журналисту Windows Central, который опробовал X Cloud на E3, он в целом понравился. It's real, it's insane, как будто, он заканчивается. Но, журналист портала под названием Windows Central, извините, по-другому говорить не может, как мне кажется. Да, но, тем не менее, Microsoft делает так, это правильно заметил, немалое значение в ходе пресс-конференции уделяло сервису Xbox Game Pass. То, что там многие игры будут появляться одновременно с релизом, то, что, собственно, многие представленные игры, они изначально заточены, скажем так, под сервис Xbox Game Pass. Microsoft, вот, собственно, мне кажется, главная претензия и проблема Microsoft, что она, дескать, не порвала E3 чем-то сверхвыдающимся. Она и не могла это сделать. Нынешний E3 – это вполне себе соответствие политике Microsoft, нынешний Microsoft, соответствие политике компании, которая, в первую очередь, является владельцей сервиса, в рамках которого существует еще и платформа. Вот, и поэтому многие продукты, они, да, не сбивают с ног дороговизной, но имеют свой некий шарм. Что-то получилось удачно, ну, опять же, хватает мультиплатформы. Microsoft не является каким-то таким проводником сверхэксклюзивов и не делает на них сумасшедшую ставку. Более того, Microsoft – это та самая компания, которая отказывается, в принципе, от политики эксклюзивов и сейчас стремится себя распространить на максимальное количество платформ. Опять же, xCloud, стриминговый сервис, доступный везде и для кого угодно. Та же серия Minecraft, которая выпускается везде и без ограничений. Та же серия Gears и Halo, да, все эксклюзивы Microsoft, которые выходят одновременно сразу и на Xbox, и на PC, в том числе. Тот же самый запуск, наконец-то, уже сегодня, вы можете пойти и приобрести Xbox Game Pass на Windows. Windows, сотня игр за 5 долларов, ну, сейчас вообще за 1 доллар для того, чтобы познакомиться с этим сервисом. Туда входит, например, Metro Exodus, Wolfenstein II, недавний Void Bastards, Hollow Knight. Ну, очень-очень много классных и индий, и высокобюджетных продуктов, которые, опять же, доступны вам сейчас и более того, там будут доступны в том числе игры от самой Microsoft, которые вышли уже давно и с которыми вы, вероятно, не успели познакомиться. Это и будущие игры, то есть, там будут в том числе все игры Halo из Halo Master Chief Collection, которые пользователям Steam придется покупать за деньги. А тут вы в рамках этого сервиса сможете их скачать, пройти и, если вам не понравится мультиплеер, ну, оставить приятные воспоминания об этом. Классно! Что мне не совсем понравилось в этой пресс-конференции, ты говоришь, что она не бомбила. Она пыталась бомбить, ну, выступала в традиционном для своего стиля ключе. Огромное количество партнеров, нам показали огромное количество игр, трейлеров, точнее, к этим играм. Некоторые трейлеры порадовали, особенно это касается трейлера Cyberpunk, там зал просто истерил, когда в финале этого трейлера потрясающе сделанного. Опять же, CD Projekt Red низкий поклон, классно, но когда в финале этого трейлера показался оцифрованный Киану Ривз, а потом он появился на сцене и объявил дату выхода весной следующего года, 16 апреля 2020 года, ну, просто зал взорвался аплодисментами, это было на самом деле серьезно, потому что Киану Ривз это звезда голливудская, звезда первой величины, как-никак. Искренними аплодисментами, а не как у Bethesda. Да, искренними аплодисментами. Да, и опять же, не было серьезных сливов в тему появления Киану Ривз в Cyberpunk 2077, поэтому это стало для многих очень приятным сюрпризом. Да, некоторые ролики были классные, типа Borderlands 3-го, но мне понравился анонс Blair Witch, судя по всему, кстати, это делает команда Gruber Team. Да, и судя по всему, это делает команда, которая отвечала за обзор, вот, пока, потому что Lexus Fiat 2 уже вышла, я сильно сомневаюсь, что у них одна и та же команда успеет сделать к концу августа, это, по-моему, Blair Witch заявлено, и они внезапно так начнут делать еще один продукт. Вот, мне не понравился, когда я смотрел на стриме, порадовался, что нет пикселей, но потом мне, я понял, что это полное дно, это обновленный Battle Toads. Это, я не знаю, за какие копейки, на каком флэше это сделано. И самое главное для кого, потому что Battle Toads на Денде при всем мультяшном исполнении, Battle Toads имел вполне себе такой, знаете, брутальненький вид, а не вот это вот придурковато-мультяшно в стиле Нетфликс какого-то, ну, имеется в виду, ой, какой Нетфликс, Никелодиум, простите. Никелодиум, да. Да, 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 что-то такое непропорциональное, когда извратили внешний вид и героев, и злодеев, и все это получилось, для какого возраста, блин, мы играли в Battle Toads, потому что это были могучие боевые жабы, которые своими могучими, крутыми, большими кулаками забивали врагов в землю и давали им огромными сапожищами пинка под задницу, так, чтобы они улетали за пределы экрана. А вот это что? У меня даже нет ни малейшего желания к этому прикасаться, вот к этому вот современному их облику, увы. Да, это какое-то полное непотребство, опять же, фанаты, как у нас в комментариях, правильно замечали, это люди взрослые, достаточно, уже за 30 лет многим, они видят это, думают, что за хрень. Фанаты бата, современные дети, когда смотрят на это, думают, а что такое Battle Toads? У ролика там уже туча дизлайков на ютубе абсолютно заслуженных, и это, мое мнение, один из таких, наверное, если брать список по зону, неудачу этой выставки, это главная неудача пресс-конференции Microsoft. Еще одно мнение, одна неудача, это новый трейлер Wasteland 3, авторы которого, по-моему, очень плотно присели на иглу одобрения Rage 2. Я не понимаю, зачем. Объясни, может, у тебя есть ответ? В очередной раз постапокалипсис, чего я вообще не ожидал именно от Wasteland 3, в очередной раз постапокалипсис показали в формате яркого розового развлечения, приходи, взрывай, наслаждайся жизнью в пустоши. Да-да-да-да. Вы можете сейчас в Steam, если нет, купить, Enhanced Edition, это хорошая тактическая ролевая игра, хорошо продуманная, с хорошими диалогами, с огромными локациями для исследования, с грамотными боями. Но там даже близко нет вот этого ощущения, что нам показали, потому что я просто, я посмотрел, я просто был, выпал в осадок. Второе, от чего я выпал в осадок, ты говоришь Battle Toads, Battle Toads, ладно, фиг с ними, новая игра от Ninja Theory, от создателей Hellblade, от создателей DMC Devil May Cry, от создателей Heavenly Sword, опять же, да, вот, Enslave 20 to the West. Классные ребята, которые прославились благодаря тому, что умеют делать хорошие сингловые игры с сюжетом, с героями и так далее. А тут они показывают какой-то, блин, Overwatch, мультиплеерный, 4 на 4. Ну, это другая команда, которая делала. Да мне плевать, что это другая команда, блин. То есть я, стилистически, это даже стилистически, не Ninja Theory. Ninja Theory всегда выделяется таким выверенным, классным, таким панковским стилем, но в хорошем смысле панковским. А здесь именно мультяшная такая феерия, именно в стиле попытка закосить под Blizzard. Согласен, да, это тоже не очень приятно смотрелось. И это один из таких, ну, спорных моё мнение моментов конференции. Если говорить о позитивных моментах, то мне очень понравилась новость, что Microsoft купила студию Double Fine. Вот, несмотря на то, что, да, они их могут заставить делать мучильней, что не факт. Но в Шейфера ему всегда не везло с продажей. Их, его проекты, они были настолько своеобразны, настолько странны, настолько шизануты, что, ну, многие, вот, как это сказать, мейнстрим-аудитории их просто не понимали. Она не поняла психонавтов первых, она не поняла Brutal Legend, хотя там были серьёзные вопросы по механике. Ну, не фартило. Вот Шейферу после ухода из Лукасакси, так он завязался классическими приключениями, вот, чтобы его игра стала популярной. Ну, и он то на Kickstarter пошёл, то вот на этот сервис Fika. Они, по-моему, даже сами его как-то там уорганизовывали на пару с этим создателем. Из Inxile. Фарга. Фарга, да. То есть пытались как-то выживать за счёт пользователей, за счёт финансирования со стороны. Сейчас, вот, мне кажется, если Microsoft позволит Шейферу дальше делать свои проекты, ну, по официальным заявлениям позволит, но в реальность может не совпать с официальными заявлениями, мы все это знаем. Вот, я на самом деле, я вот на эту новость смотрю с оптимизмом. Мне эта новость понравилась, потому что, наконец-то, у Шейфера появится, как это сказать, поддержка. И он сможет стать, может надолго, может нет, но стать вот таким вот создателем имиджевых проектов без необходимости, постоянно оглядываться на финансовые отчёты и бояться не провалиться. Ну, по поводу того, что поглядываться на финансовые отчёты, на них всё-таки нужно смотреть, да, для того, чтобы не совсем потеряться. Огромное количество студий, попадая под уютное, тёплое крылышко крупного издателя, начинают страдать фигнёй, да, и думать, что всё, море по колено, они теперь обеспечены на всю жизнь, не показывая какого-нибудь выдающегося результата. Соответственно, все эти студии, которых Microsoft купила в прошлом году и продолжит покупать в этом, здесь расхолаживаться не стоит, мол, мы делаем маленькие игры, с нас маленький спрос. Нет, потому что на вас сейчас Microsoft будет делать огромную ставку, как это ни странно, потому что подобные проекты от подобных студий будут являться двигателем сервиса продаж Xbox Game Pass на PC и на этом самом, на Xbox. Плюс к этому это двигатели продаж, в том числе сервиса под названием XCloud, который будет доступен вообще везде, где хотите, там и играйте. То есть это то, что позволит Microsoft достаточно часто выпускать небольшие, но хорошие игры. И главное здесь – хорошие. Потому что, типа, ну нас не так поняли, там это уже не пройдёт, потому что ваши игры будут отдаваться бесплатно. Если они даже бесплатно не смогут найти аудиторию, если они даже бесплатно не смогут получать какие-то хорошие оценки у людей, там пусть даже если будут такие любители, да, там просто любители тактики, если они не примут Вейсланд, ну беда. Если любители хороших приключений не примут психонавты, беда, знаете ли. Если любители хороших таких вот сингловых игр не примут новый продукт, я надеюсь, что всё-таки Ninja Theory представит его когда-нибудь новый продукт Ninja Theory, беда. Потому что нужно держать марку. Вас купили именно за тем, чтобы вы маленькие вот эти вот свои продуктики выпускали и двигали сервис. Потому что сейчас для Microsoft главное – это сервисы. И что мне очень, вот в рамках вот этой всей пресс-конференции, что меня, скажем, больше всего разочаровало, именно то, что майки, они не делали упор на игры как есть. Они показали Gears 5, но опять же, эти Gears 5 в формате трейлера, в формате обещаний, что вот летом мы запустим бета-тест мультиплеера, потом в сентябре выпустим игру. При этом, блин, где геймплейные кадры? Где хоть какой-то... А, уже есть они, они потом запустили вот этот вот режим Escape для посетителей. Вот. Западные ресурсы опубликовали Escape уже. Вот, ну окей. Но где геймплейные кадры там из компании? Где хоть какое-то понимание того, что происходит? Потому что люди, которые выходили после пресс-конференции, такие... Gears 5. Нет, я, конечно, жду Gears 5, да? Я тоже, да. И все. Но мне было бы гораздо комфортнее ждать, если бы они показали геймплейную нарезку, вот как Bethesda показала геймплейную нарезку из Doom'а, чтобы я видел, что игра собой представляет. А не просто... Ну, у нас набор возможностей, у нас, короче, будет мультиплеер, у нас будет и новый кооперативный режим Escape, у нас будет суперновый режим Орда, у нас будет одиночная кампания. Прекрасно, 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 покажите! Не показали. И дальше Halo Infinite для меня лично стало вообще огромным разочарованием, потому что я, как фанат вселенной Halo, как фанат мастера Чифа, и как человек, который хочет, наконец, увидеть, чем все это, блин, закончится, вместо того, чтобы, опять же, показать крохотулечку какого-нибудь геймплея, ну, просто для того, чтобы понимать, что игра, что разработчики делают, в каком направлении они двигаются, и стоит ли вообще мне ждать это, потому что я все-таки от Halo в первую очередь хочу кампанию. Хочу увидеть кампанию, а не какую-нибудь попытку закосить под Destiny. Вот чего я боюсь. А увидишь, скорее всего, второе, потому что нам обещают новое направление для франшизы, мягкий перезапуск, вот что-то такое. Ну, как тебе сказать, демонстрация Хейна при всей том, что она разочаровывающая, действительно, она ожидаемая. Это проект, стартовый проект Project Saga следующего поколения. Это, кстати, очень интересный ход, Майклосов. Следующего поколения Xbox, да? Да, следующего поколения Xbox. Кстати, очень интересный ход Microsoft. У Microsoft на старте уже, как бы, заряжен проект нового поколения, в том числе. А у Sony, кстати, может подтянуть релиз Last of Us таким образом, второго. Никто не будет мешать. Здесь проблема в том, что и Sony, и Microsoft сейчас будут связаны тем, что делать эксклюзивы конкретно под новую консоль не просто самоубийство. Это очевидно глупый и недальновидный шаг. Потому что новые консоль, которые выйдут со стороны и Sony, и Microsoft, они будут дорогими. Еще раз. По поводу, кстати, новой консоли, это вообще отдельный разговор. Дело в том, что новая консоль, которую Project Scarlet Microsoft показала, ну, рассказала про нее на этой вот пресс-конференции, это практически клон PlayStation 5. Все те пункты, которые нам озвучил в свое время Марк Церни, это главный дизайнер PlayStation 5, то есть у нас будет Zen 2 технология, у нас будет... Na'Vi. Na'Vi, у нас будет DDR6, да, у нас будет SSD, у нас будет все-все-все, о чем вы только мечтали, но боялись спросить. То есть все-все пунктики один к одному, один к одному. Единственное, чем они будут, по сути, друг с другом бороться, это цена. Кто с какую цену поставит? Это раз. Но поскольку Xbox One X, вот это самый дорогой Xbox, самая мощная игровая консоль на рынке сейчас продается за 500 долларов, да, ну, как бы... То есть этот Project Scarlet будет стоить не меньше, а то и больше. И более того, в условиях ситуации, когда Microsoft пытается отойти вообще от концепции поколений, когда она пытается сделать так, чтобы все ее игры были доступны везде, Halo Infinite, он вряд ли станет эксклюзивом. Это игра, которая появится, опять же, стоит отметить, и на PC, да, и на всех остальных платформах. То же самое касается, кстати, The Last of Us 2, поскольку выпускать игру эксклюзивно для PlayStation 5, для очень дорогой консоли, при том, что предыдущие поколения себя отлично чувствуют, но... Нет, так понятно, что это будет крусген. Я к тому, что Microsoft как бы уже зарядила на старт следующего поколения игру, созданную в том числе как бы с учетом особенностей следующего поколения. Вот в этом моя мысль была. То есть, никто не будет выпускать Halo Infinite только на Scarlet и PC. И, соответственно, также никто не будет превращать The Last of Us 2 или Ghost of Tsushima в проекты только для PlayStation 5. Опять же, обратная совместимость. Все, мы живем в эпоху, победившей обратной совместимости, где нету... Ну, где игры будут стараться максимально поддерживаться с предыдущего поколения. Я бы даже сказал, что концепция поколения тут отходит на второй план, потому что новая консоль, она приходит, и в течение предыдущего цикла вот будет сейчас потихонечку будет отмирать PlayStation 4, потом будет продаваться PlayStation 5, потом появится условная PlayStation 6, и в это время еще, я уверен, люди будут продолжать играть на PlayStation 4, но уже меньше, люди будут переходить на PlayStation 5, когда цена на нее там снизится до более-менее адекватного уровня. Да, я с тобой согласен, более того, я не удивлюсь, если Xbox Scarlett, это верхняя модель, которая, по слухам же, там Microsoft 2 модели хочет запустить дешевую и дорогую, кстати, про них нам ничего не рассказали. Так вот, я не удивлюсь, если вот дорогая модель, как и в случае с PlayStation 5 или Xbox Scarlett, это будет еще более премиальный сегмент, то есть нам выдадут, скажут, так, спокойно, вот новая консоль, они крутые, производительные, с SSD, там, с суперзагрузками, вы все офигеете, но мы не забываем о PlayStation 4 Pro, Xbox One X, все нормально, игры будут кроссгеновыми, не переживайте, обратная совместимость, а это будет стоить 600 долларов, но это вот для, как это сказать, ранних адоптеров, то есть тем, кому, для энтузиастов, а для мейнстримовой аудитории останутся старые консоли и их улучшенные версии, я более того, я думаю, что вот этот вот следующее поколение, его старт будет, как это сказать, максимально мягким, максимально таким вот, чтобы не попыток выкинь PlayStation, вот, ну, Microsoft скажет выкинь Xbox One S, потому что это фуфло, с учетом производителей, кстати, не такой же фуфло, учитывая, что будет xCloud, да, и посредством xCloud можно будет играть во все игры современные, в 4K и 60FPS, ну, Microsoft придумывает маркетинговую хрень, но тем не менее, что-то будет на эту тему, то есть, вряд ли Sony, ну, допустим, Sony, выкиньте PlayStation 4, завтра же выкиньте, вот, резкий переход, такой стандартный, вот, переход с одного поколения на другое, когда там, ну, да, у нас есть PlayStation 3, но, но PlayStation 4, но PlayStation 4, если ты актуальным хочешь быть, покупай PlayStation 4, я вот думаю, что я не удивлюсь, если такой риторики не будет, если нам будут говорить, да, nextgen, это круто, но круто для энтузиастов, но для, если вы готовы платить за это деньги, вот такая риторика будет, я не удивлюсь, если будет именно такая риторика, поэтому ждем следующий E3, там уже будет конкретика, вот, будет интересно посмотреть, завершаем, вот, какие-то мысли, в общем, о пресс-конференции Microsoft, я вот в сети видел несколько мыслей о том, что Microsoft, дескать, не смогла воспользоваться отсутствием Sony и не разорвала E3, Microsoft выступила именно так, как она, мое мнение, должна была выступить, что-то у нее не получилось, Battle Toast, что-то, может, получилось, Cyberpunk, да, это мультиплатформа, Microsoft это компания-сервис уже в большей степени, и в целом пресс-конференция получилась бодрой, динамичной и насыщенной, то, что Microsoft делать умеет, вот, есть вопросы, есть позитивные моменты, но в целом именно хорошо, Microsoft не прыгнула выше головы, но Microsoft это и не надо, Microsoft, что называется, не ставит себе задачи прыгнуть выше головы, Microsoft ставит себе задачи в первую очередь продвинуть геймпасс, и в рамках этой выставки, мне кажется, она сделала ряд правильных шагов по продвижению геймпасс, а все остальное, да, это приятные такие вот элементы, которые вот двигают в целом политику компании вперед, и здесь Microsoft все сделала плюс-минус правильно, не идеально, но правильно. Нет, ты знаешь, по поводу того, как Microsoft выступила в сравнении Sony, то, что они там, Sony победила, не овившись, я в корне не согласен с этим, я тоже не согласен с этим, потому что, во-первых, майки показали, что у них есть своя PlayStation 5, это во-первых, во-вторых, майки могут себе позволить, если захотят, очевидно, если захотят и ценой задавить своего конкурента, им просто это неинтересно, им это неинтересно, выигрывать за счет консольного рынка, потому что консольный рынок сам по себе, Microsoft уже не так, чтобы интересен, да, он все еще представляет собой огромную долю на игровом рынке, но не главную долю, как мы уже не раз говорили, в этой войне, вот в следующем поколении победит тот, кто представит лучший сервис, и Microsoft здесь показывает, что, во-первых, xCloud, ребята, будет доступен везде, у нас тысячи игр уже есть для этого xCloud, и тысячи разрабатываются, это тоже очень важно, потому что Google стадия, я там явные проблемы с наполнением, у PlayStation Now проблемы с наполнением, у Microsoft никаких проблем с наполнением, игры для первой Xbox, игры для Xbox 360, игры для Xbox One, игры для PC, все что угодно, во-вторых, что они сделали, они не показали игровой процесс Gears 5 и Halo Infinite, очевидно, что Gears 5 это не супертоповый эксклюзив, там, на который они делают там большую ставку, ожидая, что игра просто развалит все к чертям, и станет лидером продаж на несколько лет вперед. Да, согласен. Во многом из-за того, что эта игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass, она будет доступна всем совершенно бесплатно, и вот этот подход, когда данный продукт, вот именно высокобюджетный, ориентированный на мультиплеер, на кооперативное прохождение, появится бесплатно на PC и на Xbox, вот он может неслабо так встряхнуть игровую индустрию. Один из важных моментов Gears 5 анонсов, Гергюзон сказал, что будет возможность создавать ульи, вот этот пользовательский, по контент, генерируемый пользователями, то есть это видно, что игра уже создается для сервиса, для того, чтобы ты долго играл во всякую арду. Я не удивлюсь, если компания здесь будет часов на 5-6, может быть, в лучшем случае 10, вот, и окей, и все, и забыли, ты оплатил пас ради компании, бог с тобой, поиграл, забыл, на месяц все. Интересует Microsoft в первую очередь аудитория, которая будет оплачивать пас снова и снова, чтобы создавать вот эти ульи, бегать от ульев, участвовать в Орде, участвовать в мультиплеере. Вот что такое Gears 5. И что еще немаловажно, дело в том, что майки, они же сражаются не просто на консольном рынке, там, их задача не просто победить на консольном рынке, они сражаются на общеигровом рынке. Они в скором времени запустят мобильную игрушку по Gears'ам, я не думаю, что там будет какой-то успех, нужно еще, конечно, смотреть на качество, но что касается PC-шного игрового рынка, запуск Xbox Game Pass'а, на мой взгляд, вот когда Team Sweeney увидел, какие игры там появляются, когда он увидел стоимость данного сервиса, я думаю, он сбледнул конкретно с лица, потому что там совершенно бесплатно, вы за 1 доллар сейчас или за 5 долларов в месяц получаете доступ к огромной библиотеке игр, некоторые из которых доступны эксклюзивно в Epic Games 100. Или в Steam платно, кстати. Те люди, которые сидели, говорили, но у Steam No Buy, которые говорили, что не купят Metro Exodus, которые говорили, нет, будем ждать, пока появятся в Steam, и сейчас они имеют возможность, не жертвуя какими-то своими личными принципами, спокойненько заплатить доллары, скачать Metro Exodus и спокойно пройти. Благодаря Microsoft. И огромное количество других инди-продуктов там тоже можно будет найти благодаря Microsoft. А поскольку Microsoft будет вкладываться в развитие этого сервиса, что она недвусмысленно показала, покупая студии вообще, не просто выкупая эксклюзивность, а покупая студии, которые создают крутые игры, она же скупила за это недолгое время огромное количество реально крутых инди-контор. 8 по-моему. Я просто даже не знаю, в какую сторону им еще обратиться, на кого еще направить свой взгляд, чтобы купить данную компанию, обладающую более-менее серьезной репутацией. Конечно, еще можно размахнуться, но тем не менее. Они продолжат, мне кажется. И они продолжат. И вот в данном ключе, когда они показывают, ребята, не вопрос, хотите, покупайте Halo Master Chief Collection в Steam, не вопрос. Идите, покупайте, базару нет. Сколько там, 10 баксов одна игра? Делайте, что хотите. Но мы предлагаем вам классную альтернативу. 5 долларов в месяц и все игры в одном наборе, все. Спрашивается, зачем вам тратить деньги там, если вот здесь мы предлагаем вам гораздо лучший вариант. Вот это называется, вот те люди, которые выступают на защите Epic Games 100, должны четко себя понять, вот это называется конкуренция, когда компания предлагает лучший сервис. Блин, а не просто тупо выкупает эксклюзивы для того, чтобы показать, ну, идите к нам покупайте. Нет. Да, это именно выбор, именно выбор. Потому что вот, майки говорят, мы будем выпускать свои игры в Steam, мы будем выпускать свои игры в Microsoft 100, да, и мы запускаем такой-то сервис. Выбирайте, поддерживайте, кого хотите. И в данном ключе, я же говорю, Team Swin, он, вот сейчас вот у него должно было очко жим-жим, как говорится, потому что вот Steam, если бы гамент там начал какую-то ответную контрмеры, это было бы далеко не так показательно и эффективно, как то, что сделала Microsoft, вот запустив именно Xbox Game Pass, потому что, я думаю, многие люди, когда они увидели список предложений, зайдите, кстати, на сайт Microsoft, посмотрите список игр, которые доступны в рамках данной акции, вот вы офигеете, на самом деле, потому что я лично просто увидел те игры, которые сам давно для себя отложил, которые есть в этом сервисе, я думаю, блин, ну надо все-таки найти время для того, чтобы их пройти, действительно, один доллар не так уж и много, да, не так уж и много, чтобы поиграть в течение месяца в интересный продукт, так что, Microsoft, понимаешь, да, это их идеальная политика сейчас, они не пытаются ограничить пользователей, они позволяют пользователям, предоставляют им право выбора, то, о чем они говорят, но с другой стороны, в рамках своих каких-то идей предоставляют свои сервисы, все, тебя не заставляют играть в Hello Master Chief Collection не в Steam, хочешь играть, ты идешь в Steam, все, они не выкупают эксклюзивно для своего сервиса Wolfenstein, да, они просто там ставят издателям предложение для того, чтобы те, эти игры появились в рамках этого сервиса, но не убирают из других магазинов, вот что такое конкуренция, и это, кстати, вполне возможно будет офигенно, позитивно влиять на разработчиков, я напомню историю успеха такой игры, как Rocket League, помнишь, сейчас иронично имя сейчас Epic Games владеет, так вот, они в свое время говорили, что очень сильно рисковали, когда запускали игру в PS Plus бесплатно, поскольку, по сути, раздавали игру бесплатно, и это могло негативно оказаться на продаже, но с другой стороны, когда Rocket League вот начала круто взлетать в PlayStation, она стала хитом продаж в Steam, то есть пользователи, которые хотели купить игру в Steam, и у которых нет PlayStation, или им не нравится PlayStation по тем или иным причинам, они спокойно шли покупать в Steam, то есть, если пользователь не хочет собрать игру в Game Pass, он купит ее в Steam, все нормально, здесь нету какого-то ужаса, что, ой, кошмар, как это так, игра будет бесплатна, никто ее не купит, если захотят, купят, не вопрос, и издатели, мне кажется, это тоже видят и спокойно идут в Game Pass, не видя в нем какого-то, какую-то угрозу индустрии, я, кстати, не удивлюсь, Виталик, если Team Sweeney достанет из своей шуфля, сдует пыль со словами Microsoft плохая, давно я этого не говорил, да, да, он там недавно признавался в Microsoft, но сейчас вполне возможно опять вернется к разоблачениям Game Pass, как это все негативно влияет на индустрию и как разработчики и издатели бедные недополучают деньги в результате действий Microsoft, это будет забавно, потому что политика Microsoft это реально вот такой действительно удар, не по-неденцеленаправленной, разумеется, но удар, в том числе, по политике Суини, который рассказывает, что вот эксклюзивы, кубка эксклюзивов, поддержка разработчиков, а Microsoft говорит, да пожалуйста, да где хотите, да нам без разницы, вот, то есть вот именно такой два очень разных подхода, такой цепной и, мое мнение, куда более адекватный, и вот этим вот будущее Microsoft интересно именно адекватным подходом, именно широкими возможностями для пользователей, без каких-то попыток вот он эксклюзивы, только у нас, иди сюда. В целом, дорогие друзья, да, финализируя, то есть то, что показала Microsoft, как в общем-то мы говорили в самом начале, много классных игр, для чего она их показала, для того, чтобы продемонстрировать на платформе Xbox выходит все актуальное новье, которое только может быть, напоминалочка, напоминалочка, не более чем напоминалочка людям, которые привыкли, что хорошие игры выходят только на PlayStation, да, нет, вот они показали, а игры от одного издателя, от второго, играть независимых разработчиков, CD Projekt Red, естественно, показал себя именно на пресс-конференции Microsoft, что тоже таким психологическим сигналом, типа, лучше на Xbox, да, должно служить, хотя очевидно, что игра отлично будет себя чувствовать и на PlayStation, но опять же, дождемся еще тестов, дождемся выхода, посмотрим. Вот, то есть это один момент. Второй момент, четко дали понять, что Microsoft не просто хочет закрепиться на консольном рынке, она хочет закрепиться на вообще игровом рынке и не просто там стать одним из игроков, она хочет стать лидером и делать для этого все возможное. Стриминговые платформы не факт, выстрелят они, не выстрелят, завоюют популярность или нет, но здесь Microsoft в плане предложений и возможностей это очевидный лидер. В плане консоли нового поколения ребята предлагают практически клон PlayStation 5. Единственный недостаток в том, что на этот клон они не могут навешать шильдик игры там от Кодимы, игры там от Naughty Dog, да, то есть нет таких действительно мощных эксклюзивов, но дайте время, посмотрим, что в следующем году они нам будут показывать и о чем будут рассказывать. И опять же, самое главное, вот то, что они в качестве козыря предлагают, это Xbox Game Pass сервис, который им на самом деле позволит склонить огромное количество людей в свою сторону. Те люди, которые не пользовались Windows 10, которые не думали, точнее, не пользовались магазином Windows 10 и ай, что это Microsoft со своим дурацким магазином, ничего, я там даже заходить не буду, даже они, я думаю, после этой пресс-конференции, почесав затылок, таки, слушайте, ну надо посмотреть, что там такое. Потом скачали, посмотрели, обновили, ну окей, не вопрос, хорошо, в принципе, неплохо. И таким образом Microsoft ударила сразу по всем фронтам. Они показали себя очень грамотно, да, поддержка разработчиков, поддержка издателей разных, да, мы предлагаем им одну платформу, предлагаем вторую платформу, предлагаем третью, вам, пользователям, мы предлагаем, да, а вы выбирайте, что вам больше нравится. Игры доступны везде. Игры доступны на мобилках, ну опять же, через xCloud, игры доступны на PC, игры доступны на консолях, где угодно, что угодно, топовые, лучшие игры. Вот это вот главная мысль, которая должна была после всего этого закрепиться, потому что у Microsoft хватило сил и авторитета для того, чтобы вытянуть Киану Ривза со съемок Джона Вика 4, для того, чтобы он вышел и представил дату выхода. Но, я киберпанк, конечно, очень жду, но сейчас долго, долго, долго. На Gamescom не обещали, кстати, показать новый игровой процесс, так что ждем. Который показывают за закрытыми дверями. Так что ждем Gamescom, дорогие друзья. На этом все. Надеюсь, что вам данная аналитика понравилась. Если так, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите узнать больше, и тем более, если хотите вместе с нами смотреть трансляции всех этих пресс-конференций, их еще будет достаточно много. Вы все взрывы. Хорошо, 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 так что, я должен закончить, так что скажи, вы хотите знать, когда есть датчатка? Да! Да!